Добрый день! С вами Георгиевская Татьяна и рада приветствовать вас на канале Тати Гех. Сегодня я расскажу вам о том, как лучше загазонить, стоит ли это делать и что это вообще такое, сам термин загазонить. Я вам приведу сейчас несколько примеров. Вот здесь загазонено. То есть у нас есть кусты сформированные, видите, а внизу под кустиками у нас все чистенько и высажена трава, низкий газон. Да, он требует тоже ухода, подстрижки здесь, но все равно посмотрите, как аккуратно, цельно смотрится сама вся композиция. Здесь нет голой земли. Покажу другой пример. Посмотрите, пожалуйста, вот сюда. Посмотрите, красиво подстрижены, да, вот эти вот два кустика, но посмотрите, у них торчит голая земля. То есть она смотрится немного неприбранной, недоделанной. Что-то задумали, но не доделали до конца. Вот таким вот образом выглядит, когда не загазонено. То есть вы видите голую землю. Земля, конечно, это хорошо, но чаще всего ее используют на огороде, она хорошо смотрится для выращивания и так далее. А в дизайне ландшафтном, если вы хотите создать какую-то композицию законченную, чтобы это смотрелось ухоженно и красиво, то, пожалуйста, применяйте такой простой, в принципе, прием, как загазонить почву. Либо отсыпка, это тоже будет смотреться аккуратно и целостно завершенно. А так тут красиво подстрижены и цветочки, он цветет сейчас уже замечательно, многолетник. Но вот такой вот момент с голой почвой остается. Еще покажу тоже с голой почвой. Вот здесь точно так же, смотрите, такой же вкус, причем еще там освещение внизу. Если здесь был бы газон, либо какая-то декоративная трава, то намного бы симпатичнее смотрелось. Либо отсыпка, опять-таки, играет роль. Обратите внимание, туи, в принципе, под сам ствол они не требуют ни отсыпки, ни вот такого приема загазонивания. Так как у них внизу очень пышно сама туя растет. Но вокруг все равно было бы симпатично, завершенно смотрелся бы такой маленький нюанс, который бросается в глаза. И хорошо, когда вы это тоже учтете. Либо это будет газон, газонная трава. Если у вас есть на участке плодовые деревья, то лучше всего загазонить их клевером. Так как он дополнительно в почву еще будет выделять азот. Очень полезный для фруктовых плодовых деревьев. Такой маленький нюанс. С вами была Георгиевская Татьяна. И я жду вас на канале Тати Гео. Если у вас появились какие-то вопросы, пожалуйста, задавайте их под видео. До новых встреч. Пока-пока. И удачи в освоении ландшафтного дизайна. Я считаю, что ландшафтному дизайну можно научиться.